22 населенных пункта Туркестанской области грозит подтопление. Из-за переполненной реки Сардарья уровень воды в Шардаринском водохранилище достиг критической отметки. Для предотвращения ЧАЭС в Министерстве экологии и природных ресурсов эксперты региона направили письмо с просьбой создать специальный штаб для решения проблемы и принять срочные меры. Специалисты считают, что водохранилища Шардарья и Коксарай до весны нельзя заполнять более чем на 70%. В прошлом году в Шардаре было почти 2 миллиарда 200 кубометров воды, поэтому уже сейчас надо производить плановый сброс воды в сторону Козлородинской области. Российские ученые разрабатывают новый комбикорм для кур. Одним из главных ингредиентов в нем будет белок, выделенный из помета. Инновационная технология, которой сейчас занимаются биологией из Уфимского университета науки и технологий, реализуется по инициативе птицефабрик, работающих в Башкортостане. Извлекать из продуктов жизнедеятельности белок и добавлять его в комбикорм – смело, но перспективно. А еще это будет гораздо дешевле, ведь сейчас именно белок – самый дорогой ингредиент в курином питании. К тому же нередко его закупают за рубежом. Утилизация куриного помета – это головная боль для птицефабрик, его ежедневно вывозят на утилизацию тоннами, а затраты на это приходится вводить в себестоимость продукции. К тому же куриный помет относится к третьему классу опасностей, и его переработка решает еще и экологические проблемы. Впереди испытания на птицефабрики – шансы на успех велики, ведь такая технология уже успешно применяется для производства корма для крупного рогатого скота. Сегодня это лабораторная установка, дальше будет опытно-промышленная и промышленная установка, и если там экономика будет проглядываться, и что это экономически целесообразно, то, конечно же, дальше вопрос с тиражированием. В соответствии с нашим планом, через 3-5 лет это уйдет уже в конвейер, и я думаю, что активно начнет применяться не просто в каком-то регионе, а в целом по стране. Одна птицефабрика – примерно 200 тонн ежедневно, и это достаточно большая экологическая проблема, проблема, которая не решена. И если благодаря нашим технологиям хотя бы в какой-то степени мы сможем разрешить ее, это будет просто замечательно. Каждый желающий в Кыргызстане может построить мини-гидроэлектростанцию. Правительство максимально упростило получение разрешения на это. Более того, власти гарантируют покупку электроэнергии по рыночной цене. Уже сейчас в стране строится больше 50 объектов. Принцип работы мини-гэс – на вершине холма протекает растительный канал, который берет воду из реки Кукард. По черной трубе вода поступает в турбину, вырабатывающую электроэнергию, который по проводам уходит в сеть. А отработанная вода попадает обратно в реку. Строители уверяют – воды хватит и энергетикам, и фермерам. Для этого растительный канал расширили в полтора раза. Срок окупаемости мини-гэс – около 7 лет. Начать перспективный бизнес может любой желающий. В стране не менее 200 подходящих участков. Самые полноводные из них включили в список стратегических. Чтобы начать стройку, надо выиграть конкурс. По самым скромным подсчетам, мини-гэс могут выработать до 1 миллиарда киловатт-часов электричества в год. Это порядка трети от существующего дефицита в энергосекторе страны. Чтобы стимулировать бизнес вкладываться в строительство, государство облегчило получение разрешительных документов и освободило увозимое оборудование от уплаты НДС. Поливной сезон проходит в теплое время года – весной и летом. В это время потребность в электроэнергии низкая, и мы можем временно уменьшить мощность, чтобы воды для фермеров было больше. А осенью-зимой потребность возрастает, и мы можем увеличивать выработку без ущерба для сельского хозяйства. На фоне отмены ограничений в Китае оживает азиатский фондовый рынок. Выросли показатели в Гонконге и Южной Корее, при этом в Японии сессия была закрыта из-за праздников. Ранее американские акции также показали рост. Вдобавок, это был лучший результат более чем за месяц. Этому также способствовало возобновление торгов в Поднебесной. Одновременно с этим зарегистрировано небольшое падение доллара. Юань же достиг максимальных отметок с августа 2022. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова